В другом хадисе сказано, «Инна л'абда ля юхрам ризга бидам би юсибуга». Аллах говорит, лишает своего раба удела, ахиратского удела или же земного удела, из-за греха, который он совершает. Получается, Всевышний Аллах предписал своему рабу какой-то удел понимания в религии, там, хорошее здоровье, праведных детей, здоровых и так далее. И человек совершает грех, и этот грех привязывает тот удел, который Всевышний Аллах ему послал. И пока человек, он не покается, пока человек, он не изменит обстановку, этот ризг, этот удел до него не доходит. И так до судного дня. И вот один человек, который на джамаат-намаз тоже стабильно ходил, который около 20 мидресов он построил, на пути ислама очень сильно расходовал, человек, который все время всем помогал, такой добрый, такой хороший человек, у него в один момент такие серьезные проблемы начались, вроде бы он на пути ислама расходует, а у него все меньше и меньше барахата в жизни, ризика все меньше и меньше. Но у него была одна проблема, он любил очень такого опасного одного человека, одного притеснителя, который забирал, отжимал, вот что хотел, то и делал, у которого был свой закон. Тоже мусульманин, но у него свои правила были. Ради того, чтобы у него было нормально на этой земле положение, ему вообще без разницы было, там надо будет там избить, забрать, что хотел, то он не делал. Зул ему делал человек, был притеснителем. И этому хорошему, праведному человеку, сколько говорили, с этим человеком дружбу оставь, не нужно с ним дружить. Аллах его не любит. Если ты будешь любить тех, кого Аллах не полюбил, у тебя будут проблемы. За него переживая говорили, он говорил, нет, он мой друг, он мой брат, мы с ним с детства дружили, он не посмотрел, Аллах что про это говорит. Он смотрит на свое личное мнение, на свои понятия, нужно до конца идти и так далее. И тогда, вот я нашел один момент, когда Ибн Мас'уд, его назвали «сахибу сирры Расуле Илляхи», носитель тайны пророка, носитель сивака пророка, носитель воды для омовения, когда пророк, был в пути в сафари, он был носителем обуви пророка, когда пророк шел на какой-то маджлис, Ибн Мас'уд шел впереди, готовил ему площадку, снимал пророка, его обувь, и одевал, на локте, на руки, одевал обувь пророка, и вот так он сидел. От него, говорят, исходил самый приятный запах, и он, говорят, выглядел с самым, у него была самая лучшая одежда. Это, говорят, все он делал из-за уважения к обуви пророка, саллиллаху алиюзу салям. И вот, Ибн Мас'уд, рада и Аллаху анголу, говорит следующее слово. Смотрите, такой очень важный, такой очень серьезный момент, который в наше время вообще практически не практикуется, чтобы мы понимали, откуда все проблемы у нас, чтобы мы не думали, вроде бы мечеть тоже хожу, вроде бы зина тоже не делаю, спиртное тоже не пью, курить тоже не курю, рыба тоже не делаю, бухтан тоже не делаю. Почему у меня проблемы, почему у меня есть нехватка? Человек жениться хочет, никак жениться не может, работу хочет найти, никак работы нету, в работе у него что-то не получается, вылечиться хочет, никак у него не получается вылечиться. Вот почему участвует Ибн Мас'уд, радия Аллаху и Анну нам, ответит на этот вопрос. Он говорит, человек находится возле Кааба, между Макамом Ибрахим и между Рукну. Сидит, 70 лет он Эйвадатом занимается. Все 5 намазов в Мекке, 100 тысяч раз больше там вознаграждений будет, мы это знаем. Он, Хилдуре, он все, что нужно, все делает, грехи не делает. Он говорит, 70 лет человек беспрерывно поклоняется, но он любит притеснителя. Он любит того человека, такого разбойника, рэкета, который что хочет, который делает. Этого человека, говорит Сивушный Аллах, в судный день вместе с этим притеснителем в ад отправит. Аллах его Эйвадат, говорит, не примет. У нас бывает такой момент, какого-то там, какого-то человека в Дагестане, который гремел, который забирал, отжимал, такой был известный человек, какой-нибудь таких немало было, там кого-то убили, он мой близкий был, там фотку показывает, вот, говорит, мы с ним вместе ходили, там сидели, это делали, то делали, какие-то дела делали. Он открыто говорит, что он любит того, кого Аллах ненавидит. Того человека, который притеснителем был, этим самым, ну что хочет сказать? Вот я тоже адский человек, вот Аллах мой Эйвадат не принимает. Почему? Потому что это есть недоверие ко Всевышнему Аллаху. Аллах говорит, я этого человека не люблю. А человек говорит, Аллах, ты-то в этом вопросе ошибся. Ты-то не знаешь, кого надо любить, кого не надо любить. А вот я этого человека люблю. Почему? Потому что у нас так, в городе, так круто для нас, чтобы вот с этим человеком рядом быть, чтобы, говорит, вот я с ним сидел, он мой близкий друг и так далее. Вот другая сторона, другая сторона, вот я вот просто, вот что хочу сказать, хоть одного человека, вот в нашей жизни, если хоть один человек есть в списке тех людей, кого мы любим, там раньше, кого любили, и он остался в нашем сердце, и он был притеснителем, это признак того, что Аллах наш Эйвадат не принимает. Потому что это недоверие ко Всевышнему Аллаху, кто Аллаху не доверяет, Аллах его Эйвадат не принимает. Вот другая сторона, Пророк, саллиллаху алейху ассалям, говорит, ни один из вас не уверует полноценной верой, правильной верой во Всевышнего Аллаха до тех пор, пока не полюбит меня больше, чем все и даже самого себя. Вот Пророк, саллиллаху алейху ассалям, ваши намазы, джамаатам, ваши садыка, ваши зикр, все, что вы делаете, вам не даст правильного имана, как положено верить во Всевышнего Аллаха, но вам даст правильного имана и правильно верить во Всевышнего Аллаха, что даст? Любовь ко мне, говорит Пророк, саллиллаху алейху ассалям. И Умар, асхаб, он же честным человеком был. Он, как есть, сказал, он говорит, «О, посланник Аллаха, я люблю тебя больше, чем свое имущество, больше, чем семью. Я готов от семьи отказаться ради тебя, я готов от имущества отказаться ради тебя, но себя я больше люблю. Я о себе думаю». В общем, интерес к самому себе у меня больше, чем интерес к тебе, у посланника Аллаха. Тогда Пророк, саллиллаху алейху ассалям, говорит, «Нет, у Умар, у тебя иман, говорит, не будет совершенным, полноценным, пока ты не полюбишь меня больше, чем самого себя». То есть, твой джамаат намаз, твой джихад, изучение ильма, все, что ты делаешь, тебе не даст полноценных плодов имана, тебе даст полноценный плод именно любовь ко мне. То есть, на фоне любви ко мне, все, что ты делаешь, оно ничего, не значит. Вот, насколько важным является любовь к тем, кого Аллах полюбил. Почему? Потому что Аллах говорит, «Я этого раба полюбил, и ты его полюби». А человек, он его не любит. Он говорит, «Аллах, я тебе не доверяю». Вот, хоть ты его любишь, у меня другой взгляд. Вот, насколько важным является любовь к тем людям, кого Аллах любит. Поэтому, Всевышний Аллах говорит, «Я войну, говорит, объявляю, тем людям, которые объявили войну моим любимцам». Каким образом? Будь то ненавистью по отношению к ним, или же высказали о людях, Аллах плохо, и так далее. Аллах не говорит, «Я объявляю войну тем людям, которые намазы оставили, там, уразу оставили, там, и так далее, и так далее». Вот Аллах, кому войну объявляет, тем людям, кто объявил войну, кто не любит тех, кого Аллах полюбил. Это есть отсутствие доверия ко Всевышнему Аллаху.